Так, Карин, ты пробовала вообще заниматься чем-то подобным? Что-то типа биатлона? Нет, конечно. А что из каких-то видов спорта? Вот я знаю, что сноуборд. Да, сноуборд. Так, виды спорта. Айкидо. У меня даже есть желтый пояс по Айкидо. Слушай, я вот тоже очень редко занимаюсь какими-то новыми штуками, но у нас на ОТВ в программе «Наш утро» есть человек, который постоянно на себе испытывает все подобные вещи. Я говорю про Анастасию Кныш. Точно, точно. Мы уже сегодня ее видели в нашей программе и предлагаем прямо сейчас вам взбодриться, потому что Настя точно знает секрет, как чувствует себя бодро, свежо и всегда оставаться на позитиве. Так, увидим мы Настю. Должны увидеть Настю прямо сейчас. Настя, доброе утро. Да, доброе утро, студия. Кто-то по утрам, чтобы взбодриться, пьет кофе. Ну, а я выбрала более экстремальный способ взбодриться. Я сегодня встану на гвозди. Я нахожусь в центре женских практик. Если честно, мне уже очень сильно страшно. У меня вспотели ладони. Дыхание перехватывает. Но я надеюсь, что развеять страхи мне поможет мастер по гвозди стоянию Валерия Шевченко. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давай перейдем к практике. Сразу? Да. Сразу. Я попрошу тебя пойти в свое намерение, попробовать почувствовать это состояние, когда твое желание, твое намерение исполнилось. И попробуй сделать пару глубоких дыханий. На гвозди мы встаем только в расслабленном состоянии, из ресурсного состояния, без страха. Мне совсем не страшно, да, я на позитиве. Я дам сейчас тебе руки, дайди поближе. И мы вместе подышим. Расслабляй все свое тело. Отпускаем мышцы на лице. Отпускай мышцы на руках. Я пытаюсь, да. Расслабляй живот. Грудь. И теперь представляй, что все, что ты хочешь, какое-то желание, твое намерение уже случилось. И что это за ощущение в теле, когда ты получила то, что хотела. Прям закрывай глаза и отправляйся в это путешествие. Отправляйся. И теперь я предложу сделать тебе шаг правой или левой ногой на доску. Сначала одной ногой. Можно же глаза открыть? Мне так страшно. Сначала одной ногой, потом второй. Посередине мы сделаем с тобой вместе два глубоких вдоха. И я отпущу тебя, ты будешь стоять одна. Обнадеживает. Да? Готово. Вы верите в меня? Очень. Конечно. Давай. Глубокий вдох. И смотри, куда ты шагаешь. Ставь ногу по серединке. Сильно опирайся в него. Какие просто... Нет, мы сейчас не говорим. Мы делаем вдох. Попробуй меня обнять. Выдох. Расслабляйся. Хоть сверху что-то приятное. Расслабляйся. Еще один вдох. Выдох. Вдох. Расслабляй полностью тело. Давай мне ручки. И сейчас... Как же больно. Тебе нужно расслабиться. Твой ум будет сейчас говорить, что это невозможно. Но тебе нужно выйти за рамки твоего ума. Соединиться с ощущением тела. И позволить только быть твоим ощущением безумысленно. Это такие ощущения, которые очень сложно описать. Как будто много иголок себе в ноги впиваются. Но ты пытаешься поймать гармонию. Нет, ты сейчас успокаиваешь. Успокаивайся. И я проверю. И сейчас я чувствую, что в спине уже у тебя есть жар. У меня уже, по-моему, не только в спине есть жар. Уже везде. Если дайся еще больше. Самое интересное, что я придумывала на это включение текст. Но вот когда ты встаешь на гвозди... Так тебе надо помнить. Пускай не ума полностью. Тебе лучше помолчать. И почувствовать, что происходит в твоем теле. Где есть жар, где вибрации, где покалывания. Каким становится тело. Как оно расслабляется. Оно расслабляется. Как успокаиваться мышц в твоем лице. Лучше не переступать. Не переступать лучше. Пошли ввести. Это нормально. И еще больше расслабляйся. Блокое дыхание. Можно попробовать пошевелить руками. В этот момент, вы говорите, усиливается связь со Вселенной. И можно производить аффирмации на желание, которое ты хочешь. Ты уже его загадала. Я уже загадала. И оно сбудется. Знаете, какое самое главное у меня сейчас желание? Слезть из гвоздей. Первый этап. И ты сейчас находишься в этом этапе. И выход на второй этап происходит тогда, когда ты отпускаешь свой ум. И у тебя не возникает желание. Я отпускаю свой ум. Но вот знаете, что как способ взбодриться, это довольно неплохой способ. Потому что меня ободрила уже одна мысль. О том, чтобы встать на гвозди. Это энергетическая практика. Коллеги, передаю вам слово. Этот способ действительно работает. Настя, мы надеемся, что ты нас слышишь. Сразу на гвозди. И зарядать своей энергией. Результат 200%. Сна ни в одном глазу. Боня, крутая. Это очень круто. Во-первых, я думаю, что Настя может взять сегодня отгул на работе. Это абсолютно точно. Потому что, ты посмотри, она сегодня падала на льду. Она сегодня стояла на гвоздях. Это во-первых. А во-вторых, теперь есть солнцестояние летнее и зимнее. И еще и гвоздестояние четверговое. Сегодня четверг у нас? Да, четверг. Новое гвоздестояние. Пожалуйста, в программе нашел. Настя, вообще крутая, молодец. Мы прям завороженно смотрели. Наверное, мы желаем, чтобы на вас, любимые люди, так же смотрели, как мы сейчас с Димой смотрели на Настю просто. Ты знаешь, у меня появилось большое желание попробовать. А я, кстати, пробовала в конце декабря прошлого года. Думала, что будет потом адская боль. Но нет, ты сходишь с гвоздей, и какие-то покалывания легкие, они проходят буквально там в течение часа. Я человек, который в детстве, каждое лето ходил босыми ногами по еловому лесу. Поэтому в целом я должен пережить и гвозди. Мы будем продолжать. И прямо сейчас время узнать, что же у нас там за окном происходит. Для всех это интрига. Узнаем, что в телефоне у нас. Давайте посмотрим, какие прогнозы нам дает. Телефон дает прогноз минус 37 на улице сейчас. Так, что нам обещают синоптики, узнаем прямо сейчас.